Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я рада вас приветствовать! Сегодня снимаю видео для своей рубрики Совет в копилку. Хочу вам показать, как я готовлю густой домашний кетчуп. Делаю это очень быстро, без заморочек, буквально за 30-40 минут. Для приготовления нам понадобятся помидоры. Их можно перекрутить на мясорубке, либо натереть на крупной терке. В моей кастрюле 1,5 литра перетертых томатов. Сегодня у меня будет густая паста к курице, поэтому к томатному соусу добавлю 500 мл перетертых яблок. Яблоки буду тереть на крупной терке. Все готово! У меня в кастрюле 1,5 литра томатов и 500 мл яблок. Теперь добавляю половину столовой ложки соли и где-то примерно столько же сахара. Соль, сахар по вашему вкусу. Ставлю на огонь и довожу до кипения. Томатная паста у меня прокипела на медленном огне 10 минут. Теперь я беру обычное сито, опускаю его в кастрюлю. И при помощи обычного черпачка собираю всю жидкость, которая выделяется при варке помидор. Жидкость легко отделяется, она прозрачная. Здесь абсолютно нет мякоти, только вода. Та вода, которую нужно выпаривать часами, при помощи вот такого вот простого способа, ее можно собрать и, конечно же, значительно сократить время варки. Смотрите, все легко собирается. Вот уже сколько воды я собрала. Все, теперь дальше довариваю соус. Потребуется минут 20-30, не больше. Периодически точно так же буду собирать жидкость. Помидоры у меня варились ровно в половину, потратила я на это 30 минут. И также получилось 800 мл томатного сока. Его я использую для приготовления супов. В пасту я добавила еще соль и сахар, поэтому эти ингредиенты регулируйте по своему вкусу. Паста должна быть соленой и вкусной, с такой приятной кисло-сладкой кислинкой. Теперь пасту необходимо измельчить при помощи обычного погружного блендера. И вот такая вот густая, красивая домашняя паста получается в итоге. Пасте нужно дать остыть и затем уже переложить ее в контейнеры для хранения. Такую пасту я храню в холодильнике. В итоге у меня получилось 2 полных вот таких вот контейнера и еще половинка. Паста получается очень вкусной, нисколько не хуже покупной. Она такая же густая, только домашняя и натуральная. На зиму я делаю 3 вида такой томатной пасты. Первая паста у меня с луком, томатами и болгарским перцем. Эта паста отлично подходит для заправки супом. Второй способ это с яблоками. Этот вариант я сегодня вам показала. Такая паста отлично подходит для приготовления курицы и голубцов. Очень вкусные получаются куриные крылышки с этой томатной пастой. Я беру 2 столовые ложки этой томатной пасты, добавляю приправы, обмазываю крылышки и запекаю в духовке. Крылышки получаются восхитительного золотистого оттенка и, конечно же, очень вкусные. Обязательно попробуйте. И третий вариант это паста из одних томатов. Паста получается универсальной, подходит для приготовления любых блюд. Беру 2 литра томатов и добавляю 1 столовую ложку соли. Во все остальные пасты соль и сахар я добавляю по вкусу. А вот когда делаю одни томаты, добавляю только одну соль. Друзья, паста отлично хранится, быстро готовится и, конечно же, прекрасно выручает зимой. Поэтому буду рада, если совет вам пригодится. Если это так, не забудьте поставить лайк и поделиться видео в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик. У меня сегодня на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!